Вы слушаете Радио Болткома. Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. На самом деле, это довольно такая гибридная версия. Речь, в принципе, идёт о зима близко, а не о культ Просвете. Но ничего страшного, программы эти взаимосвязаны. Я очень надеюсь, что здоровье ваше хорошее, что вы благополучны в этот солнечный день, солнечное пятничное утро. Однако известно, что зима — дело такое затяжное. И зима может длиться довольно долго, особенно в нашем регионе. Ну и мы видим, что происходит вокруг нас. В какой-то степени мы находимся между параллельными временными структурами. С одной стороны, европейское сообщество, которое продолжает, несмотря на тяжёлую и сильную оппозицию, состальные права радикальных сил и популистов, сохранять пространство демократии и свободы человека. И, например, сейчас в Германии очень активно всевозможные советы по этике и эксперты дискутируют о том, целесообразно ли давать тем, кто уже привит от COVID, определённые послабления и расширять их правовое пространство по сравнению с теми, кто ещё не привит. И здесь возникает целый ряд вопросов этического характера и вопросов прав человека. И об этом сейчас в Германии дискутируют. Долго, медленно, обстоятельно. И пытаются посмотреть на этот вопрос с разных сторон. И это, я думаю, то, что характерно немецкой политической культуре. И чем, увы, не страдаем мы, это попытка услышать многоголосие разных групп, мнений, версий и прислушаться к тем, кто в нашей стране, например, очень часто не слышим. То есть имеется в виду, например, политическая оппозиция, различные мигрантские группы, я имею в виду в немецком обществе. А в латвийском обществе, к сожалению, довольно хорошо прочерчивается и видна довольно стабильная традиция, скажем, вертикали власти. И отсутствие культуры плюрализма. Мы говорим здесь не только о целом ряде нерешенных вопросов, например, закон о партнерских отношениях, который должен был бы быть принят в стране, которая является демократической европейской державой. К сожалению, этого не происходит из-за праворадикальных организаций и партий, например, таких как национальные объединения. И, увы, должен сказать, что они не единственные. К ним я теперь присоединил бы и согласие, потому что именно вчера эта партия отказалась, скажем, солидаризироваться с другими партиями в парламенте, которые требовали освобождения оппозиционера Навального, который после, скажем, отравления вернулся в Россию и был по формальным критериям нарушения, скажем, какого-то порядка процессуального заключён в тюрьму на несколько лет. А мы видим, что, по сути дела, это тоталитарное государство, которое превращает человека в ничто, если человек этот пытается противостоять режиму. Мы не знаем, что произойдёт дальше. Мы видим, что полиция и всевозможные другие службы якобы правопорядка обращаются с оружием против своих, скажем, всего же собственного населения. Мы должны сказать это громко и чётко. Мы видим это и на, скажем, камерах зарубежных, скажем, телевизионных каналов. Мы видим это в Фейсбуке тех, кто пострадал, те, кто были арестованы, избиты и так далее, и так далее. По сути дела, мы видим, что рядом с нами существует тоталитарное государство. И в Латвии, в демократической стране, парламентская фракция, которая представляет часть избирателей и которая избрана была в рамках правового демократического государства, символически отказываясь поддержать и подписать подобную декларацию, чётко и ясно показывает свои политические симпатии, симпатии на стороны России Путина. По моему мнению, это доказательство того, что партия не является демократической, по сути дела, а поддерживает тоталитарные тенденции соседнего государства. Потому что, естественно, такая декларация не приведёт к моментальному освобождению лидера оппозиции в России. Скорее всего, попытаются сделать всё, чтобы человека этого эмоционально и физически сломить. Если не удалось отравить, то, по крайней мере, попытаются это сделать на якобы законных началах. И я считаю, что это позор для так называемой социал-демократической партии. Моё мнение, конечно же, субъективно, и это только моё личное мнение, но я считаю, что это действительно чёткое и ясное выражение политической позиции и подобной партии, ну, в принципе, не место в сейме демократической страны. Я думаю, что, так или иначе, партия-то доживает последние свои годы. Я думаю, что к следующим выборам, по моему мнению, от неё ничего не останется. Ну, я думаю, что по делам, потому что, в принципе, мы видим, что попытка создать из себя такую социал-демократическую партию, или, вернее, нет, скажем, некоторое странное этническое бизнес-объединение с человеческим лицом не удалось. Мы видим это по довольно деструктивной деятельности в области законов образования, попытки постоянно возвращаться, по сути дела, в советское прошлое и использовать такой болезненный, скажем, сюжет, как язык, родной язык и образование для того, чтобы оставаться всеми десятилетиями, не решая ни социальных проблем, ни каких-либо других правовых аспектов, выступая, по сути дела, против и прав сексуальных меньшинств и так далее. Так что я считаю, ещё раз подчеркну, всё, что я сейчас говорю, не является мнением радиостанции, а является моим собственным мнением, субъективным и, собственно говоря, выражающим свободу моего мнения. Так вот, я считаю, что это не социал-демократическая партия. Партия нашла эту вывеску где-то на улице после довольно тяжёлых, скажем, коррупционных скандалов с так называемой латышской социал-демократией, которая давно уже приказала долго жить. Ну и это была попытка, по сути дела, создать такой странный гибрид из так называемых обиженных настроений русскоязычного населения. Ну и, конечно же, используя все те дыры, просчёты и ошибки в политике интеграции, которые существуют со стороны так называемой латышской элиты. Поэтому я хочу сказать, что, в принципе, я вижу в латвийской политической элите полное отсутствие желания и политической воли к интеграции и сплочению латвийского населения. Я подчёркиваю, и на латвийского населения, потому что разъединение происходит именно по этническому признаку, туда примешивается коллективная память, коллективные травмы. И вот в таком котле все эти ингредиенты и на медленном огне булькают. Булькают они уже десятилетиями. Выразились они, собственно говоря, в страхах латышской интеллектуальной элиты и в феномене «неграждан», и во многом, я думаю, что это тот момент, который влияет на общее качество жизни латвийского общества. Мы уже об этом с вами нередко говорили, и я вынужден, увы, повториться. У меня есть довольно печальное ощущение того, что никому это не так, как из-за политических, по сути дела, чисто функционально секретариатом интеграции, то мы видим, что эта тема, по сути дела, с 2008 года перестала существовать в политической агенте как нечто приоритетное или постоянное. Эта тема редуцирована теперь, ирония судьбы, на уровне Министерства культуры. Это смешно и жалко, потому что Министерство это всегда, до сих пор было в руках ультра-национальной политической партии, национальное объединение, у которой, мне кажется, в содержании довольно много доказательств не только правого радикализма, но и популизма, и целого ряда ксенофобий, и так далее, и так далее. Естественно, и гомофобия тоже. Иными словами, подобная партия, которая, как мне кажется, должна была бы быть поставлена под контроль конституционного суда, потому что целый ряд её действий, по моему мнению, не согласуются с латвийской конституцией и с европейскими актами о правах человека, партия эта, по сути дела, десятилетиями заправляет политическим консервативным блоком, блокируя целый ряд правовых инициатив других партий, которые тоже, к сожалению, недалеки от этой партии именно с точки зрения восприятия и понятия этнической или, скажем, скорее даже политической интеграции. Потому что я должен, видимо, очень опечалить и национальное объединение, ну и, собственно говоря, так называемых защитников национальных меньшинств, которые, по сути дела, эксплуатируют эту тему, чтобы остаться всеми. Давайте, как говорила миссис Чивли в пьесе «Идеальный муж», давайте называть вещи своими именами, это упрощает. Так вот, если мы пытаемся это сделать, то мы видим, что, по сути дела, у нас это происходит на протяжении десятилетий, такие ритуальные танцы. Есть чёрный рыцарь, есть белый рыцарь. Конечно, для каждой общины он другого цвета. Естественно, мы всегда белые. Но если не пушистые, то белые точно. Таким образом, получается, что у нас этот ритуальный танец между национальным объединением и Центром Согласия, или назовите любую другую партию. Ну, вот эти два игрока, как бы они такие близнецы-братья, по сути дела, обе партии ультраконсервативные. Только одна, скажем, прикрывается национальным духом, а другая якобы защитой угнетённых неграждан. Да, неграждане существуют, и их очень много. Их постыдно много. Их просто абсолютно, их не должно быть вообще в зрелой политической нации, в той нации, которая является, скажем, сообществом граждан, которые защищают права общества на самоопределение, на демократию, на права человека, на разнообразие культурное, политическое, сексуальное, религиозное, социальное и прочее, прочее. А у нас происходит ритуальный танец, за которым мы, как, скажем, я бы сказал, такие нерадивые, глупые дети, следим, раскрыв рты и, скажем, постепенно опускаем слюну, сося палец, потому что мы видим, что, в принципе, эти партии не решают социальных проблем, они не решают насущные проблемы экономического развития, они не реагируют на глобализацию, и не только с точки зрения правового плюрализма и признания меньшинственных групп. Они не реагируют и элементарно на экономические вызовы. Именно поэтому в головах наших оседает ксенофобия, яд ненависти друг к другу, и языка ненависти в СМИ, и в социальных сетях и так далее. В результате мы боимся, как намалёванного чёрта, беженцев, мы боимся мигрантов и так далее. Сумма всего этого, или тот самый бульон, который булькает на медленном огне, это тотальное, печальное и, возможно, уже навсегда отставание от глобальных европейских и мировых процессов. Когда-то, я говорю это с горечью, повторяю, с горечью, когда-то наш регион назывался такими оззейскими провинциями. К сожалению, я думаю, что дух провинциализма, как такое ядовитое испарение, застряло где-то в порах или в складках одежды наших современных политиков. Это те люди, которые, по сути дела, как они считают, всё время ещё цитируя старика Брежнева, народ этого не поймёт. Так вот, национальное объединение почему-то решает за нас, за европейцев, что есть семья, а что нет. Они, прикрываясь национальным духом, по сути дела, превратили национализм и нацию в бизнес, в политический капитал, которому, естественно, рукообраку следует и финансовый. Опять же, всё-таки нам не пять лет, и мы прекрасно понимаем, что этническую трещину великолепно можно использовать и как бизнес-ресурс. Довольно жестокий, чёткий, повторяющийся и стабильный ресурс. Как известно, у нас в Латвии природных ископаемых довольно мало, может быть, только разве что люди. Поэтому мы используем национальный дух с любой стороны для того, чтобы удержаться во власти. Естественно, мы понимаем, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Формула эта нам хорошо известна из мировой литературы и истории. Так вот, здесь мы видим во многом то, что нерешение целого ряда проблем, например, катастрофа с налогоблажением, катастрофа с инвестициями, с рабочей силой в провинции. Всё это нас обескровило до такой степени, что остаётся искать утешение только в новых врагах. И поэтому цикл или спираль ненависти, спираль страха у нас останется довольно надолго. И всё же, несмотря на то, что сейчас всё и вся полностью померкло перед ковидом и новыми мутантами, которые путешествуют из Туманного Альбиона по Европе, мы когда-либо должны будем прийти в нормальное состояние, в то наше ненормальное состояние, когда более 10% населения Латвии являются негражданами, не участвуют в политических процессах, за исключением, конечно, тех возможностей, которые предоставлены на уровне общественных организаций, подачи петиций и так далее. Но всё это так или иначе всего лишь часть процесса. И мы прекрасно знаем, что если у демократии всё больше и больше зрителей или слушателей, но не участников, то тогда это становится формальным, выхолощенным и пустым процессом, как такая кожура. В результате мы понимаем прекрасно, что и само понятие демократии становится чем-то хрупким и, скажем, попадает под некоторый обстрел радикальных идей, радикальных правых, скажем, упрощающих мир идей. В этом упрощённом мире есть мы и они. Нету теней, нету оттенков, нету спектра красок, а есть только хорошее и плохое. Это очень упрощённая, хотя и слегка успокаивающая версия. Но подобные социальные и политические транквилизаторы не работают долго. Либо нужно постоянно увеличивать дозу, либо необходимо с них, простите, соскочить, и тогда, конечно, будет некоторый шок для больного. Не хочу углубляться в медицинские термины, которых не знаю. Они, скорее, для меня тоже являются некоторыми описательными действиями. Но я думаю, что нужно будет решать вопрос о тех негражданах, которые просто смотрят на демократию со стороны. А если со стороны, извне, вне дома, вне внутреннего пространства, то, собственно говоря, ты превращаешься в чужого в своей собственной стране. Да, история XX века создавала разные Латвии, разные социальные группы, верили в разных идеологов, в разные тезисы, и Латвия у них в головах существует, и существовало разное. И часто эти Латвии не состыковывались, не встречались, конфликтовали, и происходило ощущение некоторого раздваивания сознания. Но этот период должен закончиться. Для этого необходима политическая воля. Она у нас отсутствует. Таким образом, политическую волю необходимо искать внутри самого общественного мнения, самого общества, которое, к сожалению, всё больше и больше отучается думать критически, потому что нам предоставляют очень яркие, такие сладкие, скажем, наркотические вещества, которые действительно вызывают сильную зависимость, например, от восхваления собственного образа, от того, что мы великие и самые умные, из того, что мы дыжены и варыны, или из того, что мы вечная жертва заговора латышей против русских, русских против латышей. А далее выбирайте по списку. К тому же ещё, как всегда, можно посыпать всё это действительно тяжёлой, травматической, болезненной историей XX века, с которой мы не работали и не работаем. У нас есть целый ряд институций, которые пытаются каким-то образом создавать диалог и общее пространство. Я считаю, что это нередко музеи, различные музеи в разных городах, говорящие в учебных программах с разными поколениями об очень тяжёлых страницах истории и культуры Латвии. Но, опять же, всё, по сути дела, упирается в вопрос государственной воли и воли политиков. Но, к сожалению, мы видим, что у нас очень бледный латвийский президент. Я думаю, что, в принципе, если сейчас произвести на медийный свет какое-либо новое событие или что-то более яркое, о нём вообще могут забыть. Он бледен, неясен, непонятен. Его фразы нередко, особенно те, которые теперь стали объектом карикатур и, скажем, шуток и иронии, они свидетельствуют к тому же ещё и о не очень хорошем развитии риторического искусства, президент этот вялый, бледный и, по сути дела, я думаю, высиживает свой первый срок для того, чтобы остаться на второй. Мы видим, что так как он выдвиженец национального объединения, хотя всё это было сделано в форме коалиционной поддержки, мы помним прекрасно, что когда на этот пост претендовал Вейонис, то Левит был кандидатом национального объединения, человек, который испортил латвийское сатверстное своими этническими и романтическими фантазиями, фантазиями, которые, по сути дела, добрались до единственного документа в латвийском обществе, где существует понятие латвийского народа или, иными словами, политической нации. Таким образом, я думаю, что та ситуация, которая существует на данный момент, она просто не несёт в себе той энергии и нагрузки, которая могла бы что-либо как критическая масса или энергия поменять. У нас нет символического президента, который не побоялся бы рискнуть и отдалиться от коалиции, консервативно-националистической коалиции, и попытаться действительно создать идею общей нации, ибо он сам есть фигура надполитическая. Но, увы, это не так. Он прекрасно знает по предыдущим своим коллегам, что такое, когда коалиция наказывает неуютного, неправильного кукольного президента. Его просто-напросто не выбирает на второй срок. В зависимости от социального статуса и символического статуса у Левитта, по моему мнению, довольно сильная. Я думаю, сильнее, чем у его предыдущих коллег, либо у предпринимателя Берзинша, либо всё-таки у довольно смелого человека Затлерса, либо у доброго, милого, малого Вейониса. Здесь мы говорим об очень тщеславном, по моему мнению, человеке, который во многом создаёт свой образ как раз немножечко поглядывая в сторону триумфальных арок, возлюбленных, скажем, возлюбленного народа, розовых лепестков, которые бросаются под ноги и так далее, и так далее. Детей, которые пишут письма и открытки президента. Всё это мы видели и слышали уже в истории XX века, но сопротивляться подобным звукам сирены очень тяжело. Поэтому мы видим здесь игру тщеславия и довольно бледное, почти несуществующее, скажем, присутствие на политическом Олимпе. Поэтому от латвийского президента Левита не стоит ждать интеграционных шагов, не стоит ждать хотя бы на символическом уровне, скажем, светлой идеи объединения всех не под крышей этнографического музея, а включая, уважая, развивая латышскую культуру, язык, создавая из неё часть латвийской культуры, культуры многообразия, языкового многообразия, многообразие исторических версий. Но всё это происходит в рамках демократических традиций, прав меньшинств, которые не являются унижением или ослаблением статуса большинства, как у нас многие считают. Кто-то придёт на мою кухню и утащит мои пельмени. Нет, пельменей хватит всем. Но именно тогда качество жизни будет другим, потому что мы сможем понять, что это общее пространство для нашей культуры, для нашего развития. Пока что мы видим, что все упорно молчат. Понятное дело, что это не является приоритетом ни коалиции, ни, увы, согласия, которое, по идее, должно было бы показать молодому поколению из национальных меньшинств, что эта партия европейская, что она поддерживает европейские демократические ценности. И так же, как канцлер Германии, как европейское сообщество, осуждают арест Навального, то даже наш парламент, какой бы он ни был ультраконсервативный, делает это, конечно же, в рамках, скажем, в словом говоря, образа защитника демократии и, скажем, антироссийского дискурса, который, по моему мнению, довольно липовый и довольно беззубый, потому что мы, а я имею в виду как раз наш парламент, во многом ведёт себя с точки зрения политической риторики и действий очень схожи с российской политической культурой, естественно, без тоталитарных и авторитарных тенденций, но отсутствие плюрализма, ксенофобия, гомофобия, всё это кричит с трибун российской политической культуры, и мы всё это видим в устах Дзинтерса, там КПВ ЛВ и так далее, и так далее. Можете брать любую партию. Так вот, заключая сегодняшнюю нашу короткую дискуссию, я думаю, что пока действительно зима, под снегом молчит природа, молчит наша политическая община, к сожалению, молчат и представители латышской интеллектуальной среды, которые, мне кажется, слегка застряли, мягко выражаясь, в чаяниях своей этнической общины и, скажем, группы, не видя, что интеллект и интеллигенция это всё-таки нечто надэтническое и наднациональное, это скорее голос совести и некоторая обострённая реакция на общественную несправедливость, на какие-то запоры, заторы в обществе. Продолжим наши беседы на следующей неделе. Я желаю вам приятных выходных. Насладитесь этим солнечным утром и днём. Крепкого вам здоровья, безопасности и будем думать о весне. Спасибо большое моему коллеге Родиону Золотарёву за обеспечение технической части нашего эфира. До следующих встреч. До свидания.